Привет, YouTube! И сегодня вас ждет сплошной звездный испанский кринж. А начну с Ларисы Долиной, которая страшно, жестоко, беспощадно отомстила. Рискну предположить, что многие вообще не понимают, что это за фото такое с укулеле и о какой месте речь. Но поднимем сейчас со дна уже вроде как почти забытый конфликт Долиной и блогера Вали Карнавал. Сияние российской эстрады против ТикТока с 20-ти миллионной аудиторией. И, кто не знает, девочки повздорили. Еще в апреле на тему того, кому петь нынче дозволено, а кому нужен роток на замок. А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а. Ну извините, я 6 лет не училась. Вот ты сейчас спела вот эту очень простую распевку, ты вообще ни в одну ноту не попала. Бывает. Данные есть, но нужно учиться, чтобы управлять своим голосом. Он пока еще тебе не подчиняется. Блин, музыка, она создана для того, чтобы люди пели так, как хотели. Но это понятно, это круто. И все правильно нужно петь. Но если человек хочет петь, так как он хочет. Да пусть поет на кухне тогда, если он хочет петь. Но это неправильно. Это субъективно. Это нечестно. Можно я уйду? И тогда разразился такой срач. Досталось и Вале, и Долиной. Мол, одна поверхностная, вторая зазвездилась. И как только карнавал не называли. Даже чучелом окрестили и напророчили скорое забвение. И сидит Валя карнавал. Не украсть, не покараулить. Вообще, как чучело огородное. Смотрел на Долину. Мне было так ее жалко. Вот сейчас ты есть, ты звезда в ТикТоке. Мы все понимаем, что это все равно все ненадолго. Это никогда не станет классикой. То есть человек сидит и говорит, Ну, меня вообще, я считаю, что это крутая тость. Ну, вроде все опошлось. Помахали мечами, да и, собственно, как обычно, разошлись. Тем более, что в июне Вале подарила Долиной в знак примирения славную такую укулеле со своим автографом. Ну, а та дала ее своей любимой внучке. Ну, короче, все вроде хорошо, мило, забавно. Класс. Но не тут-то было. В августе, да, мы сошлись во втором раунде этой нешуточной схватки. Ну, а яблоком раздора на этот раз стал мюзикл «Суини тот», в котором поет Долина. И знаете, друзья, вот тут меня накрыло просто от абсурда происходящего. Следите за логикой. Лариса и ее менеджеры уверяют, что Валя выпрашивала у них билеты в первый ряд на это представление. Ну, а получив их, просто не пришла. Передумала в последний момент. Какая негодяй. А вот Валя рассказала, что представители Долиной сами предложили ей прийти. Но потом скрылась некрасивая правда. Ее визит хотели преподнести вроде как официальное примирение. Но саму карнавал ни о чем не предупредили. И ей это очень не понравилось. Поэтому, собственно, она и не пошла. Короче, непонятно, кому верить. Тут каждый решает сам для себя. Но, что бы там ни было, Долина в край скорбилась и совсем недавно нанесла такой сокрушительный удар, отомстив Вале песней. Песней. Блогерские дисы пошли, товарищи. Целый клип с талантливым бородатым мужчиной в шляпе, как завуалированное утирание носа тиктокерам, которые поют. А при чем тут карнавал, спросите вы? А вот тут как раз подсказка в виде уже знакомого вам фото. Видите, то самое примиряющее укулеле. А как вам вот такой открывающий кадр? Да-да, видео на новую песню начинается с кадра скандального выпуска с Валей. Лариса как бы вообще ни разу недвусмысленно намекает, о ком идет речь. Коварно. Чтобы музыку делали музыканты, а не куклы из пластика. Ну и разумеется, без группы поддержки никуда. Тут вам Лариса Санна целый малинник собрала. От Галкина и Киркорова до Лазарева с Биланом. Правильно, а что мелочиться-то? Друзья поддержали Долину в очередной раз, пройдясь по способностям карнавала. Только вот зрители такой заход не оценили. И даже те, кто изначально поддерживал Долину, его не солидно певице с такого уровня попадать в подобное ребячество, в итоге Ларису пристыдили. Обвинили в копировании монатика. И дружно отправили на пенсию. И как раз кринжа в этом конфликте очень даже хватает. Казалось бы, Долина позиционирует себя профессионалом, певицей с долгой карьерой, отменным педагогом. Но пытается задеть Валю на ее же языке. Типа, модно-стильно-молодежно, я тоже так могу выкусить. И знаете, друзья, это немного походит на коллабы Баскова и Милохина, Давыкир-Корова. Только в формате срача ушедших ютубных трендов а-ля Соболев пишет ответку Ларину. И при всем при этом ситуация выглядит так, как будто взрослая женщина в золотых перстнях гоняется за юной, дерзкой девчонкой. Но чтобы сказать той, сама дура. Короче, в попытке самоутвердиться и попиариться, все забывают о главной идее профессионализме музыканта. Ведь все это можно было, ну, как мне кажется, донести более интеллигентно, без синобизма, без подколок со стороны человека, который умеет держать лицо. И открою секрет. Как бы там не нравилось старому поколению все эти песни Моргенштерна, Вали Карнавал, тренды все равно накроют и задушат. Это надо принять. Но вот от песни Долиной лично я словила не эффект «О боже, какая она крутая», а «О боже, что происходит?» А вы? Пишите обязательно в комментариях под видео. Друзья, на днях ко мне из Москвы пришла посылка с вещами от российского бренда одежды «Липинская бренд». Я собрала несколько интересных образов и отправилась на фотосессию. Давайте посмотрим, что у меня получилось. Погнали! Вот такие луки у меня вышли, но это лишь мои варианты. На сайте бренда можно найти еще множество красивых нарядов на особый случай, вечерние платья, модные костюмы, образы на каждый день, топы, юбки и разные комплекты. Все с необычной подачей и стилем, чтобы выделяться на любом торжестве. И что важно, бренд имеет собственное производство, разрабатывает дизайн, лекало и самостоятельно отшивает модель. Ну а сейчас «Липинская бренд» дает 30% по промокоду «Конусова» на все модели в течение одной недели. Переходите прямо сейчас по ссылке в описании под этим видео, вводите промокод и забирайте свой идеальный образ. Ну а мы продолжаем и снова про музыкантов. Недавно вся страна была озабочена здоровьем певицы Максима, которая очень серьезно заболела. Я думаю, что вы точно об этом слышали. Но не успела она выписаться из больницы, как бывшая участница старой доброй группы «Стрелки» Юлия Беретта назвала и саму болезнь, и чудесное исцеление обычным хайпом. «Тошнит, говорит, меня от Максим и от ее пиара на здоровье». Сначала переживала за нее, но когда история затянулась, поняла, что все это вранье. Сама сказала, сама лайкнула. Молодец! И за эти свои откровения Юля решила сопроводить в соцсетях вот таким вот чудесным видео. «Максим воскресло!» «Максим воскресло!» «Нашли ты вдоль ночных дорог шла босиком, не жалея ног, сердце его теперь в твоих руках, не потеряй его и не сломай». Ну как, друзья, понравился креатив с библейским мотивом? Некоторым что-то не очень зашло. Но поток сознания Беретте было уже просто не остановить. Хейт хейтом, но охваты-то растут, поэтому можно поехидничать в Торис на тему творческой кучи и пиара Максима. Философски порассуждать о предательстве коллег. Ну или на худой конец просто поупражняться в стихоплёдстве, зачитав свой шедевр потом на видео. А, вот оно как. Страдать-то за благое дело. Что ни день, то новый пост или сторис. Правду защищать это вам не это. Вот если тебе насрали в душу, ты не расстраивайся. Ведь значит ты заставил всё ж кого-то обосраться. Но самое примечательное, что на этом празднике жизни и хайпа на здоровье другого человека Юля недолго была одна. Буквально через несколько дней к ней задорно присоединился Данка, певец из тех же старых 90-х. Ну, если такого помнить. Он с радостью поделился с журналистами, что изначально не верил в историю болезни. И тоже как лайкнул свои же слова в публикации. Ну, а чё б нет-то? А потом давай вовсю у себя в соцсетях куражиться и умничать в сторисах. Я всегда ждал, ждал, надеялся и верил, друзья, на скорейшее её выздоровление. Я просто знал на 100% просто, что она выздоровела. Посмотрите, какая моя была вера. Это вы считали, что она почти в бозе. Но нет. Я предлагаю вообще сейчас собрать петицию, построить специальный стадион, назвать его Максим. И чтобы она там дала свой концерт. Ну, а дальше сплясал локтями, выражая свою радость исцелению Максиму. Потому что может... Причём, в отличие от саркастично-меланхоличной Юли, свою позицию Данка отстаивал, я бы так сказала, крайне агрессивно. Назвал фанатов Максим конченными, а людей в целом, внимание, тупой, липкой массой. Ну, и просто грубил всем и каждому в комментариях. Но почему Беретта и Данка так активизировались? Что их так за дело? Не позже о выздоровлении Максим, который набрал почти миллион лайков. Правильно? Смотрите, дело в обострённом чувстве справедливости, друзья. Очень уж переживают они, родимые, за нас, что нас обманут, проведут и нагло на нас соживутся. Вот они, какие герои нашего времени. Благородные борцы за правду, готовые вот прям буквально грудью лечь на амбразуру, лишь бы оградить нас от несправедливости. И даже появившиеся недавние кадры с исхудавшей Максим их ничуть не переубедили. И от себя добавлю, что вот так однозначно вы смеевы, типа фейковость чужой болезни, не имея стопроцентных фактов на руках, но это как минимум опасно, некрасиво и в худшем случае цинично. Представьте, если Максим и правда пострадает, а они вот так вот глумились. И даже если история с болезнью Максим это пиар, ну, как они предполагают, есть миллион способов заявить об этом адекватно. И неудивительно, что многие решили, что это просто вопль зависти заходящих звезд, которые тоже хотят, чтобы о них поговорили. Не знаю, кому верить, честно скажу, друзья, что вы думаете верить Беретти и Данка в их бескорыстность? Обязательно напишите свое мнение в комментариях к этому видео, мне будет интересно все почитать. Так, как быть, если ты молод и жаждешь успешного успеха? Но блогерское дело как-то, знаете, ну, не идет. Нужно эпично хайпануть. Именно так и решил сделать Егорка Чернов. Решил и пошел кошмарить бабусь торгующих на обочине. Ну что, друзья, всем привет. Это необычный ролик, у меня просто накипело. Тут каждый день находятся какие-то люди, кто-то торгует без разрешения. Сейчас я вам покажу, что нужно делать в этих случаях. Ну а зачем и вот тут Егорка малость не рассчитал. И вместо любви и славы словил волну нешуточного хейта. Короче, дошло до того, что в сеть слили его адрес и серьезно настроенные ребята намекнули, что, ну, как бы скоро заглянут в гости. И что-то мне подсказывает, что они там, знаете, они на чашечку горячего чая с плюшками собираются. Вряд ли о таком успехе мечтал Егор. Ну, правда, вряд ли. Зато попал в СМИ. Ура, как говорится. Слава нашла своего героя. А ведь совсем недавно о мальчонке знали, ну, разве что там, не знаю, пара каких-то сотен его подписчиков в Ютубе. Настоящие, так сказать, ценители вот такого контента. Кстати, чуть не забыла, наш Егорчик, это ярый фанат Эдварда плюю на ПДД Билла. Видосики и фоточки в его поддержку выкладывает у себя в соцсетях. Фанатеет от маргинала и мечтает о том, чтобы не работать и днем. И вот перед нами автор Митленки про войну с бабусями. Но к славе горе-блогер все-таки оказался не готов. Испугался угроз и признался, что это видео. А теперь, друзья, барабанная дробь останова. Ну, а бабушка, божий одуванчик, была с ним с говорим. Дори, не надо здесь торговать. Видите? Получилось. Все, отлично. Все. Спасибо. Ну, нормально вроде получилось, да? Но это как-то не особо помогло. Лихие хейтеры уже разошлись и продолжили заваливать Егорку угрозами и оставлять не очень дружелюбные комментарии в соцсетях. Даже после того, как вскрылась вся эта правда с постановой. Ну, а несколько дней спустя недоблогера вообще вызвали в полицию. Внимание! Вместе с мамой и папой. Как-то неудобно вышло, да? Без комментариев. Без комментариев. Без комментариев. Слухи ходили, что полторы тысячи заплатили бабушке? Без комментариев. Родители 16-летнего блогера о странных увлечениях сына, судя по реакции, не знали. Оказалось, что даже столики, на которых в видео были разложены овощи, пранкер взял из дома. Что ж, судьба истинного творца полна преград и трудностей. Многие так и остаются непонятыми современниками. Ну, а пока юному блогеру остается надеяться на понимание хотя бы со стороны самых важных зрителей, его мамы и папы. В любом случае, уверена, разговор у них был захватывающий. И вот смотрите, друзья, с одной стороны, пацан прошелся прямо по канону. Скандальное видео, ажиотаж, СМИ и бонусом даже полиция. Мечта, а не пиар. Другой, стоило ли за пять минут сомнительные, ну, прямо скажем, да, славы вот так рисковать здоровьем, наживая себе хейтера? Да и вообще, если вдруг вслед за ним какие-нибудь отморозки решат повторить этот трюк, но уже с настоящими бабушками, вот он, запомните его, это типичный портрет блогера с пониженной социальной ответственностью. А у меня на этом сегодня все. Спасибо большое, что вы досмотрели этот ролик до конца. Если вы вдруг не видели предыдущие зашквары недели, то обязательно их посмотрите. Мы с вами прощаемся совсем ненадолго, буквально до следующего видео. Пока-пока.